Кстати, было удалено в видео моё керосин, как я его принимаю. Итак, в ходе проверки в вашем видео были обнаружены нарушения правил. Мы удаляем такие видео, чтобы защитить пользователей. На следующей странице вы узнаете, какие именно правила были нарушены и сможете проанализировать видео. Если вы подадите апелляцию, наши специалисты ещё раз проверят этот рог. Специалисты, которые понимают в керосине. Надо же! Же! Надо же! Далее, значит, анализ контента. Ещё раз изучите правила и посмотрите видео. Вот так-то. Контект должен отвечать всем правилам, а не только приведённым ниже. О, всем правилам. Всем правилам. Что ж такое было? Оказывается, есть правила сообщества. Вот тут-то и получается правила сообщества. Мир вообще-то, мир, это огромное количество различных сообществ, которые, допустим, религиозных, профессиональных, идейных, по интересам и прочее, прочее, прочее. Значит, тут и правила определяют, что можно, а что нельзя публиковать на Ютубе. Оказывается, про керосин нельзя публиковать ничего. И тут я хочу сказать, вот не дай бог, не дай бог, грянут такие времена, нагрянут, когда вот вся эта промышленность превратится в руины, и никаких лекарств не будет. И вот люди, люди, которые разбираются там в народной медицине, могут из окружающего сделать себе лекарства, вот те-то и выживут. А те, которые вот дайте нам антибиотики, дайте нам антидепрессанты, дайте нам ещё что-то, ещё что-то, они все вымрут. Итак, что такое спам и мошенничество? Вроде как нету, да? Деликатный контент, обнажённые натуры, самоубийство и причинение... А, вот скажите, и причинение себе вреда, скорее всего, это будет вот здесь. То есть, подумали, что употребление, значит, керосина, это... Хотите вы подать апелляцию? Нет, я не хочу никаких апелляций подавать. Они мне не нужны. Правилами отвечают, дальнейшие ваши действия. Действия, значит, хотите вы подать апелляцию? Нет, я не хочу подать апелляцию, ничего. контент нужно удалять, не нужно удалять. Итак, за вас решает, какие видосы можно пропускать, а какие, какие не пропускать. И дело в том, знаете, вот такая есть присказка. А судьи кто? Те люди, которые не это... Не разбираются в этом деле, они вот выступают вроде судьи, да, а вот это вот плохо, плохо, плохо. А если кто-нибудь интересовался Рокфеллерами, то там дедушка Рокфеллера, самый там, значит, откуда всё это пошло. Его называли шарлатаном. А на мой взгляд, он не шарлатан. Так вот, он продавал как раз керосин от всех болезней. А потом уже там дети пошли. И вот это его тоже назвали, что он шарлатан, что он тут керосином, значит, пытается вылечить народ. Не вникая в суть вопроса, что, что и как, вот не принято. Вот не принято, а раз не принято, значит, это зло. Но и тем более его предки, если дедушка начинал с народной медицины, с керосина, то теперь никаких какой народной медицины. строго доказательная медицина, строго лекарства, строго лечение по таким-то формулярам, протоколам и более ничего. И несмотря на то, что, допустим, это кому-то помогает, кому-то не помогает, ничего, никакого анализа не делается, почему это так происходит. А вот, вот так вот. И знаете, и теперь как по рельсам все это поехало. Это можно, это нельзя, это, значит, вот. Возможно, кто-то пожаловался на этот видос. И вообще на мой канал, что вот, смотрите, тут вот такими вот вещами занимаетесь. Возможно, надо бы его прикрыть. Кстати, недавно же была там жалоба, помните, я вам читал, с головой не дружат. Это когда при чистке печени 11-летнему ребенку родители, неизвестно с каких рекомендаций, решили прочистить печень, влив в него 200 граммов масла и лимонного сока. Ну и когда, конечно, вот такая вот дружбы с головой нету, нету разумности, вот такие вот вещи будут происходить. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Продолжение следует...